У вас было такое? Ты работаешь над проектом в After Effects и тебе нужно выполнить довольно простые манипуляции, настроить изинги для анимации или сместить якорную точку. И как это сделать, не запоминая и не совершая много действий. Конечно, этого же результата можно добиться, используя и стандартный функционал программы, но скрипт Motion Tools 2 позволяет это сделать буквально в пару кликов. Плюс он совершенно бесплатный. Спасибо вам за активность под предыдущими видео, а под этим пишите, какие из функций данного скрипта оказались для вас самыми полезными. И прежде чем мы поговорим о функционале данного скрипта, я расскажу как его установить. Скачать его можно будет двумя способами. Первый это с официального сайта, пройдя довольно мудреную регистрацию. И второй вариант с моего облака, ссылку на который я оставлю в описании. После того, как ты скачал и открыл сам архив, нужно скопировать сам скрипт и вставить его по следующему пути. Диск C, Program Files, Adobe. Папка с вашей версией Adobe After Effects, Support Files. Здесь нужно найти папку Scripts. И последнюю папку Scripts. И сюда мы вставляем наш скрипт. У меня он установлен, поэтому я делаю заменить. Теперь нам нужно активировать панель со скриптом в After Effects. На вкладке Edit нужно найти Preferences. И далее открываем пункт Scripting and Expressions. И здесь нужно поставить галочку напротив вот этого пункта. Если в твоей версии программы нет этого пункта, то в более ранних версиях этот чекбокс был во вкладке General. Нажимаем ОК и закрываем настройки. Далее во вкладке Window. В самом низу этого списка нужно активировать скрипт Motion Tool 2. По-быстрому создаем стандартную Full HD композицию. Верхний блок с ползунками отвечает за сглаживание ключей анимации на входе и выходе. Далее идет блок по работе с якорной точкой. Блок, который отвечает за то, как будет заканчиваться анимация. Либо это будут какие-то волнообразные затухания, либо отскоки. Пункт Clone работает с ключами. Позволяет копировать и вставлять их сразу на нескольких слоях. И также делать их в зеркальной копии. Ниже пункт, который работает со слоями. Который расставляет слои либо через определенное количество кадров. Как в хаотичном порядке, так и последовательно. Либо наоборот, центрует их в одном месте. Тут еще есть пункт, который создает нулевой объект. К которому сразу будут привязаны все выделенные слои. И оставшиеся элементы отвечают за работу с шейпами. И файлами, которые импортируются в формате Illustrator. Показываю все на примерах. Начну с инструмента, который отвечает за выравнивание якорной точки. Создам произвольный шейп где-нибудь в углу. И мы видим, что якорная точка осталась по центру композиции. Если начать вращать этот объект, то он вращается не вокруг своего центра, а вокруг якорной точки. То же самое будет происходить, если его масштабировать. Так вот, элементы этого инструмента отвечают, какой части объекта будет смещена якорная точка. Допустим, я хочу поставить ее посередине, я нажимаю по центру. И теперь мы видим, что якорная точка переместилась в центр моей фигуры. Если сейчас я буду изменять параметр Rotation, то объект будет вращаться вокруг своего центра, а не центра композиции. Ну и по той же логике работают остальные элементы. Если мне нужно перенести якорную точку в левый верхний угол, то я нажимаю на соответствующий элемент. Верхние ползунки работают следующим образом. Предположим, есть сцена с простой линейной анимацией, где объект движется сверху вниз. И если я выделю ключ в начале анимации, и здесь поставлю значение, допустим, в 75, и также выделю ключ с концом анимации, и тоже поставлю 75, мы увидим, что анимация стала более плавной. Она имеет ускорение и затухание. Если посмотреть на график этих ключей, то он тоже изменился. Раньше он был линейный, а теперь он в виде волны. У каждого ползунка есть свое обозначение. Первый отвечает за начало анимации. Второй, если нам нужно придать плавности в конце. И третий ползунок нам нужен, если мы хотим дать равномерное сглаживание анимации. Рядом три значка в виде квадрата, ромба и кружка делают вот что. Ромб сбрасывает все сглаживания, которые были применены к ключу. Выделил оба ключевых кадра, нажал на иконку, и у нас снова дефолтная анимация без всяких замедлений. Нажав на квадрат, между ключами не будет промежуточной анимации. И как в примере, движение будет совершаться скачками. Что делает кружок я до сих пор не знаю, поэтому буду рад, если те, кто в теме, напишут об этом в комментах. Elastic и Bounce работают по одному принципу, за тем исключением, что Elastic прописывает expression, который делает затухание анимации в виде колебаний, а Bounce в конце создает отскоки. Выделил ключевой кадр, нажал Elastic, Position сразу прописывается expression. Во вкладке Effect Controls появились дополнительные настройки, в которых можно докрутить анимацию. И теперь мы видим, что наш объект заканчивает движение с таким эффектом инерции. Bounce работает так же, но только в конце анимации будет ощущение, как будто объект ударяется в какую-то поверхность. Имейте ввиду, если одновременно применять эффект сглаживания анимации и Elastic или Bounce, то эффект отскоков и инерции работать не будет. Сейчас я расскажу, как работает один из самых полезных инструментов в этом скрипте, а именно Clone. Я создал звездочку и сделал ей простую анимацию, состоящую из перемещения, масштабирования и вращения. Задал всем ключевым кадрам сглаживание. И теперь, если я выделю все ключевые кадры, передвинусь на таймлайне чуть-чуть дальше и нажму Clone, то там, где сейчас у меня расположен ползунок, создастся абсолютная копия моей предыдущей анимации. И главная фишка заключается вот в чем. Обычно, когда ты создаешь анимацию, то у нее есть начало, соответственно, у нее должен быть и логический конец. И если мы наведем курсор на Clone, то высветится несколько вариантов работы этого инструмента. Первый я только сейчас показал на примере. Если просто нажать на Clone, то появится абсолютная копия анимации. Если кликнуть с зажатым альтом, то все скопированные ключевые кадры будут выделены. А если кликнуть по Clone зажатой клавишей Shift, то создастся зеркальная копия ключевых кадров. Не отпускаю Shift, кликаю поклон. Создались ключевые кадры. И теперь у моей анимации есть начало и конец. Sequence работает по следующему принципу. У меня есть несколько слоев с объектами. И мне нужно, чтобы каждый из них появлялся, допустим, через 5 кадров. Я выделяю их все. И в пункте Offset ставлю 5. Применяю и теперь фигуры появляются на таймлайне через 5 кадров. Это можно делать и в обратном порядке, и при необходимости рандомно. И чтобы объекты выровнять по одной линии, нужно нажать вот по этому значку. Экстракт разъединяет объекты, если они находятся на одном слое. Допустим, у меня есть круг, и не снимая выделение, я создам на том же слое квадрат. И вот мы видим, что в пункте Content находятся оба объекта. Квадрат и круг. Чтобы их разъединить, достаточно просто нажать на экстракт. И теперь у нас два разных слоя с нашими объектами. Мерч, соответственно, работает в обратном порядке. Еще одним полезным инструментом является AddNull. Он создает нулевой объект, к которому сразу привязаны все выделенные слои. Это нужно, когда у нас есть группа объектов, которые мы хотим одновременно либо смасштабировать, либо повернуть, либо куда-то переместить. Convert to Shape работает так. Допустим, мы экспортировали файл иллюстратор в наш проект. И хотим его уже здесь перевести в фигуру, для того, чтобы немножечко поправить его по форме. Кликаем по Convert to Shape. И получаем наш слой с объектом. При необходимости также можем нажать Extract. И тогда все элементы будут на отдельных слоях.